Крок по кроку. Лекция двудеста. Ченщ друга. 20 урок. Вторая часть. И перед нами упражнение номер 7. И здесь мы видим польские достопримечательности. И так как у нас уже 20-й урок, я бы очень хотела, чтобы обо всех этих достопримечательностях вы прочитали сами. Двожец переводится как вокзал, ПКП – железнодорожный. Также мы помним, что железнодорожный вокзал можно сказать как двожец кулиёвый, железнодорожный вокзал, но также часто говорят двожец ПКП. И в упражнении 1 нам нужно соединить слова со значением. Вот у нас пример. То значи жмяна еднегу почонгу на другий почонг. То есть пересадка – это смена одного поезда на другой поезд. Билет нормальный. Билет за 100% цены. Билет нормальный, то есть это билет за полную стоимость. Билет у льговы. То билет за знижком для студентов, эмиритов и так далее. Билет льготный – это билет со скидкой для студентов, пенсионеров и так далее. И т.д. мы видим и так далее сокращенно. Билет там и с поворотом. Билет в обе стороны. Билет туда и обратно. То есть билет в две стороны, в обе стороны. Почонг особовый. Звыкли локальный, бардзу вольный почонг. Пассажирский поезд. Это обычно местный поезд и очень медленный поезд. Почонг поспешный. Шибкий почонг, али без резервации месяц. Скоростной поезд – это быстрый поезд, но без бронирования мест. Интертиты – бардзу шибкий почонг с резервацием месяц. Интерсити – это очень быстрый поезд с бронированием мест. Почонг без пошредни. Едным почонгем на месяце. Почонг без пошредни – это прямой поезд. Пшощадка, мы уже читали, пересадка. Вагон едет за локомотивом. Вагон едет за локомотивом, за паровозом. Пшеджау – покуй в вагоне. Пшеджау – это как у нас купе, например. То есть это такая комната в вагоне. Пшеджау называется. Мейсцувка – резервация месяца щедзонцего. Мейсцувка – это как наш плацкарт, что ли. То есть это бронирование сидячего места. Пшеджау – это как у нас дальше два диалога. В окне информации и в кассе. Давайте послушаем эти диалоги. Мейсцувка – это как у нас купе, который будет ехать поезд в Кракова до Торуния? Мейсцувка – это как у нас в пятницу. Мейсцувка – это как у нас будет безобразие. Послушаем второй диалог в кассе. Давайте переведем диалоги в информации. Добрый день, извините, во сколько отъезжает поезд из Кракова в Тарунь? Мы хотим ехать в пятницу после полудня. Нестеты, нема безпочреднего поунчения. То значи, же найперв треба ехать Интерсити до Варшавы от 14, а потом поспешным до Туруня. На Пшещонтке ест Квадранс. К сожалению, нету прямого соединения. Это значит, что вначале нужно ехать междугородним поездом до Варшавы в 2 часа, а потом скорым поездом до Туруня. На пересадку у вас есть Квадранс, то есть 15 минут. Октурой бендемы на месяцу. Во сколько мы будем на месте? О 19.42. В 19.42. И переведем второй диалог в кассе. Извините, сколько стоит обычный нормальный билет до Туруня через Варшаву? Ктура класса? Какой класс вам нужен? Друга? Второй. Интерсити, Краков, Гувны, Варшава, Центральна, с месяцовком коштуя 107 злотых. Междугородний, Краков, Главный, Варшава, Центральная, с местом, стоит 107 злотых. Поспешный, Варшава, Торунь, 42 злотых. Скорый поезд Варшава-Торунь 42 злотых. А с ктурего перрону одъезжает тен потюнг? С которого, от какого перрона отъезжает этот поезд? С другего, со второго. То есть с какой платформы? Со второй. Чы можна платить картом? Можна ли заплатить картой? Так, але тылько в океанку обок. Да, но только в окошке рядом. Хорошо. И последнее на сегодня, что мы сделаем, это прочитаем надписи на табличках. Вот на слайде справа. Дойще на перроны. Выход на платформы. Каса коммуникации ментзенародовый. Каса международных коммуникаций. Информация, дотычонца змян в розкладе язды. Информация об изменениях расписания. Будынок дворца нечинны. Здание вокзала закрыто. И мы видим, с 23 часов до 5 утра здание вокзала закрыто. В годинах от 23 до 5 утра будынок дворца нечинны. Закрыт. Я напомню, что в качестве домашнего задания прочтите, пожалуйста, о польских достопримечательностях. Продолжение следует... Продолжение следует...